так друзья кажется это будет четвертая серия моего общения с уникальным украинским садоводом вот я вас интригую вы уже видели его работу не просто работу он очень разносторонний у него наверное есть сортов персика тамок 50 но в лидеры выходит сорт персика хасанский родом Дальнего Востока дальше адаптация Сибири и Ужелезова и наконец длинным путем он попал к моему новому другу которого кажется я знал всю жизнь вот итак перед вами общение с Салием Валерием Александровичем в Сумской области смелый мужик скрывать дружбу с русским украинцем Ужелезом не стал итак поехали вот это будет проблема я вам скажу давайте самая большая коллекция персиков на Украине более 150 в кривом рогу или под кривом рогом дядюра Александр Николаевич дело о том что я это из другая тема но я не вы знаете меня не было ни одного случая чтобы я не представил вам несколько подробно несколько десятков может уже полсотни человек уникальнейших вообще и больше ни от кого никогда вы их не слышали и вдруг когда вот такие сообщения получаются вот коллекция уникальна 150 вот давайте еще раз это для всеобщей сведения мы не всегда будем по разные стороны самая большая коллекция персиков на Украине более 150 в кривом рогу или под кривом рогом дядюра Александр Николаевич поняли да это просто меня все время куда-то в сторону тащит но я не могу мимо таких случаев пройти это должна знать не только Украина но и Россия а наш друг сколько Валерий Александрович сортов то а штук 50 у тебя а это откуда Дальний Восток Сибирь персиков Хасанский вот длинным кружим путем попал тебе и занял достойнейшее место настолько достойно что вот это вот вот это это же не шутки а вот это это же не шутки 3 килограмма 4 грамма вот и преисполнены уважения и почитания уникальному садоводу да в Украине такого уровня садоводов десятки но все таки не последний из них мой друг Валерий Александрович смотрим дальше вот какая у нас теперь ждет тема ну назовем это головной боль поехали видите фотографии пригляделись сейчас про это поговорим а потом еще о чем поговорим не менее интересно здравствуйте Валерий Константинович приступаю к стратификации разбиваю косточки Хасанского удивлен массово попадаются именно средина зернышко состоит двух половинок такого раньше не замечал может у вас есть объяснение спасибо массово ориентировочно процентов 50 на первый взгляд попадается из разбитого количества косточек не перестаю удивляться из трех на выбор две двойные уже разговаривая с одним который также будет выращивать эти косточки сейчас стратифицирует он удивлен что это такое за феномен и у меня уже есть объяснение это говорю подарок из сибири земляка железово украинским садоводам так ребята преувеличивать не будем вот это явление имеет свое объяснение дальше две темы статификация скарификация одна тема и вторая тема вот заключается в следующих феномен такой вот первая про статификация она более нужна и полезна но тем не менее я начинаю со второй что же за двойные получились семена вот мне который тех которые за свою жизнь не расколол ни одного кости ни одной кости персика для меня это диковинно сколько их должно быть я не знаю но посоветовался с вот с этим нашим товарищем Валерием Александровичем значит это феноменальное явление появилось недавно именно в Хасанске вот он шутя и сказал что это подарок в Сибири каждой людо вот я имел несколько случаев мне присылали фотографии недоуменные там вот жалко их надо было коллекционировать но кто бы знал вот там два ростка было я в таких случаях говорю это сиамские близнецы в одном случае ну что в голову мне придет то я говорю шутя это одноицовые близнецы примерно так и тут я что сделал для чего спрашивается в нашей команде что это присутствует является активным следом уважаемая аспирантка Красноярского университета Елена Александровича встану я себе голову если меня докоски не разбил если я могу шутить про сиамский близнецов про одноицово близнецов я взял и написал Елена Александровна вот ну для чего вы не сидите учитесь нет не учится преподает уже и у нее уже свои ученики есть и аспирант инженер там же на инженерной должности вот ее ответ я во-первых мне задал вопрос уважаемый украинец Валерий Александрович пожалуйста ответ человека который знает тут вторую половину проблемы назовем ее уже теоретическую двойные кости и печка так называемые явления полиэмбрионии то есть когда из одной благотворенной клетки образуется более одного эмбриона для понятности это как одно яйцо вот пожалуйста как одно яйцо у близнецы у человека то есть полиэмбриония это процесс который производит генетический и диетический близнецов ну и дальше я читать не буду вы же знаете что такое железо или что такое садовод с Украины Валерий Александрович мы же практики можем какую-то пользу железо вот я не держал в руке вот эти вот раскрывается косточка и вылазит два ростка а можно ли их разделить а можно ли от одного или так же не должны расти ну так человек растерялся но он не мешал им расти обоим и я ему писал ну не трожьте оставьте покой давайте посмотрим ну я человек осторожный вот не выкапывать же ее из земли когда вот такой вот вот такие росточки уже торчали вот тут боепознание кончается человек сказал ладно не буду трогать пусть растут а если выкопать а если я все стараюсь перевести в практику вот что я должен сказать человеку который считает меня чуть ли не специалистом вот они раскололись пополам вот это явление новое присущее почему-то большей части именно хасанскому персику раз большинство хасанских персиков вдруг стали пополам а если это два будущих дерева а на какой стадии их разделять а можно здесь сейчас а ведь еще что сейчас лучше практически чисто совет то есть то чего я до чего я не дорос я же могу знать все и так или бы раскалываем заранее руками вот эти вот назовем это ядро и садим смотрим что будет а александр попробуй просто любопытство разбирает второй момент вот так вот садить и смотреть на будущее два разка дело новое это оказывается даже для тебя вот а у тебя масштаб это угу угу и куда мне до тебя вот и вот получается что вот одна тему открытое интересное и будущее и ближе к ней все таки все таки стратификация сколько я чередил там бруши 17 сиро всходят как эти самая как бешеная яблони семечки всходят абрикосами проблем нет со сливами бывают проблемы они уже но с опытом уже все равно без сливовых этих саренцев не остается а вот персики какая проблема у меня все было ноль схожесть и стопроцентная схожесть потом я начинал учиться у себя у других вот и внимание я никогда не раскалывал вот и вот у меня там я взял я никогда все мне считают что я как будто бы чуть ли не это самое не корифей и я взял задал вопрос уважаемую валерию александровичу смотрим смотрим валерий александрович он мне бах по те самые посмотрели бах посмотрели ну что давайте учиться я никогда не счастлив а валерий константин спасибо за ответ я на счет двойных косточек семечек которые находятся в средине косточки что то в том плане вопрос у меня прозвучал что ранее в течение нескольких лет это было очень редкое явление сейчас просто я удивлен массово по крайней мере в данный момент вот я фотки скинул я разбиваю сортовые косточки достаю семечки середину ядро такого не наблюдаю вообще так а какой смысл в большом количестве раскалывать персико-косточки если каждый из них нарезал это я так закладываю на стратификации та методика которую мне мальков советовал она не прошла значит я я косточками в перлите вот с 10 числа закладываю на стратификацию в холодильник и через полтора два три месяца по мере прорастания назубливания корешка я их высаживаю то есть самым обычным способом как я понял разбиваю косточку достаю семечку три дня вымачиваю меняем воду ежедневно вода отстоявшаяся с крана или снеговая речковая потом перлитом три к одному три перлита один этой семечки я там поторопился назвал косточку это все поняли собака вначале я понял все самое обычное косточки перлит вот это подробнее не буду про технологию но показалось все таки ядрышко вот тут сейчас я только посмотрю как у нас идет запись ага идет запись вот и вот получается такая история да вот еще раз будьте очень внимательны сначала разбиваю косточку достаю семечку три дня вымачиваю меняю воду ежедневно вода отстоявшаяся с крана или снеговая речковая потом с перлитом три к одному три перлита один этой семечки я там поторопился назвал косточку это все в холодильник через неделю две все перемешиваю смотрю там где возможно плесень не плесень ну в общем то в перлите плесени фактически не бывает и потом по мере назубливания достаю если это рано некоторая просыпает через недельку через месяц назубливается я их в контейнеры были такие случаи на окошко и в конечном итоге ну расхождение у нас есть на окошко они могут у него и расти расти а потом он высадит а они и продолжают расти но я такие случаи говорю я пробовал не на персиках в Сибири сегодня помните я показывал цветение а потом метр снега всякое бывает поэтому потом они у меня растут на окошке и вот такие вот а потом говорят что теперь с вами делать а потом начинается тепло я их высажу они у меня умирают вот потом середину я искал значит перероски я их называю с подоконника а многие так и делают я советую выбирать самый холодный день лучше вечером даже когда жара прошла в апреле мая может быть жара в Сибири и желательно чтобы шел дождь или вот-вот пойдет дождь тогда лучше приживается вот самый лучший способ проклюнувшийся хранить до высадки пусть уже в горшках но в холоде это небольшое расхождение я не говорю что делаете как Валерий Александрович и делаете как я просто чтобы узнали варианты первые именно самые сильные самые мощные получаются все остальные по мере прорастания высаживаю уже в открытый грунт да и еще вопросик самые слабые возможно подойдут для выращивания в контейнерах ну типа бонсай как вы думаете именно хасанский персик так в данном случае я ничего не думаю почему потому что я никогда не учу не советую и даже не комментирую то о чем я не имею понятия единственный нет или нет опыта единственный мой случай раз и на всю жизнь и готов голову на паху положить микроклонирование как промышленное производство саженцев кустарников деревьев вот я не говорю и не буду говорить про цветочки и прочее но деревья особенно это тупиковый опасный смертельный путь еще хуже чем эти самые клонированные деревья с палки пророчными корнями еще вот вот это единственный случай когда я не знаю не проверяя говорю это овечки доли это тупик вот это мое мировоззрение и никогда никогда больше я не берусь скомментировать я вот это вот комментировать не стал вот это вот да и как вы думаете именно Хасанский персик так идем дальше значит косточки персиковые с Китая так в принципе все в общем что получилось друзья вы узнали я я я я нет не вы вы может быть больше меня знаете я узнал уникальный способ никогда знаете у меня был такой соблазн я сейчас жалею что этого не сделал раскалывание этих косточек я знаю сто лет да вот и у меня последний год именно из-за того что не было ни однодельного дождя когда весной мы высадили косточки персиков немного полсоти штук а взошло всего штук восемь или девять вот для меня это был страшный удар по самолюбию вот а колодезная вода не помогала а засуха дикая а без дождя с неба ничего не всходит вы это знаете без меня и вот так вот я пролетел и вот тут вот я впервые пожалел зная что есть молоток не он начинал того что расколол а потом на сертификацию это совершенно новый метод то что вы сейчас слышали желательно чтобы вы тоже его испытали попробовали и не только с персиками вот потому что и абрикосы бывают у людей где черта не всходят и сливы плохо всходят это и есть семечки тем и проще а вот с косточками хуже и наконец о чем я пожалел не то что я вначале их расколол а потом надо было высадить нет а вот надо было мне вот они их легко они толстенькие пухленькие их легко нащупать невзошедшие надо было вытащить расколоть и посадить вот этот способ как что-то среднее арифметическое между его раскалыванием и вообще не раскалыванием вот этот способ я бы еще как-то бы попробовал а к способу Валерия Александровича ну как отнестись вот когда я так никогда не делал когда мне рассказывали про этот способ мне такие мысли бродили ну может они будут не полноценные не пройдя всю стадию а стадия должна быть такая набухает набухает готовится готовится предостаточной влаги и вовремя вовремя это весной берет и взрывается я видел сотни фотографий в схожести персика вот ах я не готовился стоит ли сейчас лезть туда а почему нет господи кто решает продолжать эту тему архив вот 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 посадка семян сейчас мы мига найдем понимаете в чем дело вот я выбираю то что касается я не готовил но поверьте просто вот персик где скорлупки не видим соседние ах вот они я всегда поражался я раньше думал что кто-то их откидывал но когда я увидел сотню фотографий с этими особенно с абрикосами и с персиками всегда скорлупки и как скорлупки так далеко что такое впечатление что их взрывом разметало вот и у меня таких фотографий достаточно я даже сейчас могу из принципа еще найти как говорил Райкин я из принципа я из принципа вот я так же вот почему потому что мне немножко ну украина из Украины там все равно климат такой мягкий вот вот здесь скорлупки не разлетелись видите они так и остались эта фотография мне присылается присылается всей страны еще и дальше вот 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 такие случаи это опять персик вот что хотите думайте да но если бы я хотел он бы выкинул по этой скорлупке в большинстве случаев абрикосов особенно целая грядка и везде в сторонке такое все они что их разрывает я вот подумал имеет ли не является ли недостатком то что мы гарантируем схожесть то есть бах разбились спящую косточку вот а потом начали с ней работать то есть готовите стрельцев готовить ее к высадке вот этот вопрос пока открытый как его надо закрыть очень просто все чем мы занимаемся эти вопросы должны быть познать и не нам а науке понимаете друзья а что такое наука это значит что имеют ли эти вопросы смысл они имеют огромный смысл почему кто сказал что мы добились совершенства да вы возьмете любой справочек чаще всего вы встретите сырой песок хранение при температуре близко к нулю все вот стратификация это создание условий влажности и ну почти дословно цитирую создание влажности и и перезимовки вот а потом потом значит все само собой происходит и сроки разные а у пирсика почему-то 4-5 месяцев кстати ставлю вас после завтра я начинаю стратификацию той самой злощадкой посылки которая пришла 828 кстати уже сотни-две разосланы и вот получается что есть вопрос как они решаются я считаю вопрос к науке подчеркиваю не ко мне не к Валерию а к науке вот так как вот на фотографии расколол а потом на стратификацию ни одну ни две сто тысячу высадил густо как помидоры еще лучше как морковку вот так вот и тут же на соседей грядке та же почва все точно время сроки вот обычная стратификация обычная то есть и может быть третий вариант это когда часть зайдет чаще всего все не взойдут персики после такой сертификации которая казалась бы надежной и все равно они могут все не взойти четверть половина три четверти оставшиеся выкопать расколоть и сделать третью грядку а догоняйте друзья вот это я имею ввиду что эту работу должен ну как я бы могу эту работу проделать но я эти 800 косточек продам это 80 тысяч рублей вы скажете много я скажу нет мы их поделим с этим самым мы же пополам работаем с этим с связи олегом которые из моих моих костек получились прекрасные осенцы выросли и получились такие то есть и вот получается что значит этими пожертвовать можно добиться успеха можно получить идеальный вариант максимальной скорости это когда-то обернется миллионами миллиардами если блять всю страну тысячи из десятки тысяч людей которые будут уже подработаны схеме вот я же только сейчас впервые услышал за свою жизнь вот это сперва расколол а потом на старификацию я железу первое вот Борис Александрович бери ученики давай это заявление напишу подпишешь вот я железо это самое нанимаюсь в ученики вы серьезно это же здорово когда есть варианты тут хотя бы схожесть сто раз выше сколько людей жалуются посадил персики ни один не зашел хорошо если на второй год сходят вот такая длинная речь итак это все надо это я адресуюсь науке я знаю что наука не только этого сделать не будет для этой причины первого нет желания заняться даже лимитарными вещами вот научить студентов привать классно привать классно знаешь что такое классно а правильно вот идеальный нож тысячи раз тысячи попыток вот специальная учеба не это не просто показали на схеме это указкой и тогда да рано или поздно все упрется во что правильно статификация но если этим заняться даже наука но уже вы поняли этого никогда не будет что смеетесь правильно не будет но второй момент почему этого еще никогда не будет вот где же не возьмут эти косточки сейчас по всей стране гибнут яблони груши сливые абрикосы последние звонки 38 35 44 45 когда мне сказал человек из башкирии что у них башки ой да да он звонил из уфы что у них в башкирии не только что у него там 38 или 39 а было 44 46 а у него башкирии человек ему звонил сказал 57 какие к черту сады но если сады должны быть то надо все сначала а наша песня хороша начиная сначала вот ну и чтобы не было грустно я скажу самым простым садоводом самое легкое внимание можно же постулат было бы нарисовать самое легкое вырастить вид самый легкий вид плодовых деревьев которые можно вырастить тем более даже в россии это персики персики что непонятно это персики которые вы посадите в теплице и у вас там будет маленький кусочек края даже не нужен зимний сад зимний сад это когда отапливаем а просто в теплице но теплица не та стандартная которую я называю так мигдонниками а теплица вроде моей 16 фортесяк и открытая дверь вот сейчас всю зиму вот подступить это было 32 я перепугал закрывал все это вот вернулось опять 20 10 20 10 15 25 ну мне все форточки открыты вот тут надо если зачем говорить Валерий Александрович еще раз огромное спасибо огромное спасибо вот за эту фотографию за эту за эту это хасанский персик который разными путями оконными попал от меня к вам вот огромное спасибо и огромное спасибо что как я помню я еще в одном из фильма говорю пусть я буду называть Иванов Иван Иванович вас вот вот он с Алией Валерий Александрович с Русской области город Ровный все друзья я разговаривался я волнуюсь вот это четвертая серия которую я посвятил общению со своими земляками каждое общение с земляками для меня это праздник это подарок вот это огромная благодарность ну с грязью можно было вот это вот ведь жил же я и не знал этого что это от меня попало в конечном счете к человеку который умудрился потом три килограмма от кого-то переслать на это на сертификацию на пятигектарный будущий сад вот вот такой Валерий Александрович все до свидания друзья у меня нет слов пойду сейчас разволновался и думаю что же выпить это 50 грамм коньяку или таблетку валидова а а Александр еще лучше давай так при этом самое пусть за одним словом но я узнаю твое мнение позже все до свидания друзья до новых встреч и с